Добрый день, мои дорогие зрители, мои дорогие подписчики. В этом видео мы с вами будем увеличивать ваши доходы, может быть, увеличивать количество источников вашего дохода, выходить за рамки возможного, пробивать ваш финансовый потолок. Деньги, деньги, еще раз деньги. Но все эти деньги даются нам через что. Мы это и обсудим. Ну что, мои дорогие, для начала я прошу вас записать тему «Я счастлив, я счастлива, I'm so excited». Мой ежемесячный доход составляет такую-то сумму. Каждый пишет свою сумму, затем пишет «благодарю», потому что все равно это наше желание. А после этого, пожалуйста, проделайте упражнение на 2 минуты. Быстро-быстро-быстро, думая о своей теме, запишите первое, что приходит вам в голову, когда вы думаете о желанном доходе, о желанных циферках. После того, как вы это запишите, мы с вами и начнем. Смотрите, мои дорогие, я прошу каждого из вас сейчас нарисовать свой текущий доход. У кого-то это кружочек, у кого-то это квадратик, как символ стабильности. Прошу вас не рисовать слишком большой, чтобы осталось место для наших высоких, больших амбиций. И вот поверьте мне, что вот эта фигура, которую вы сейчас изобразили на своем листе, это не ваш потолок, это не предел ваших мечтаний, вы можете намного больше. Вы можете хотя бы просто потому, что вы уже задумались об этом, вы мечтаете об этом, и вы изначально хотите больше денег. Когда есть запрос, всегда приходит все. И теперь мы к этому квадратику добавляем 4 треугольника. Первый треугольник, это у нас будет треугольник смелости. Второй треугольник у нас будет самовыражение. Третий треугольник у нас будет творчество. Дальше в процессе я объясню, что. И наш четвертый треугольник у нас будет любовь. А теперь я прошу вас объединить вот эти вот свои ассоциации. Вот эти два треугольника, это у нас смелость и самовыражение. Когда вы говорите смелость и самовыражение, что это у нас? Ну, мне кажется, это проявленность какая-то, да? Дальше, когда мы говорим о самовыражении и творчестве, это проявленность. Ну, это, мне кажется, идеи. Когда мы говорим с вами о творчестве и любви, что для вас это? Для меня это деньги. И когда мы говорим о любви и смелости, это исполнение наших желаний. Может быть, у вас какие-то свои ассоциации будут, да? Вот видите, у меня здесь, например, кажется, что надо было вот так нарисовать. Ну, и теперь мы с вами начинаем это всё нейрографировать. Знаете, я хочу из центра, из того, что есть, провести линии в социум. Я очень часто сталкивалась с тем, что люди пишут… Есть ещё вторая часть упражнения у этого. Вот вы делали на две минуты, да, и писали первое, что придёт в голову. А можно ещё такое же упражнение сделать, только отвечая себе на вопрос, «А что подумают люди?» И вот очень многие сталкиваются с тем, что даже времени не хватает записать, да? Кто-то говорит, «А мне всё равно, что подумают». Но на самом деле, уверяю вас, это обман. Потому что все всё равно люди зависят от чьего-то мнения, да? То есть, конечно, мне тоже всё равно, что там подумает какой-нибудь дедушка в Африке. Но мне далеко не наплевать. И мне очень важно, что подумают члены моей семьи. Да, то есть, тут такой вопрос. И мы проводим линии в социум. Линия, она бионична, похожа на линии природы. Она идёт туда, где мы не ожидаем её увидеть. Но всё равно линией управляете вы. То есть, вам вот хочется посмотреть, а куда она пойдёт, да? И вот вы ловите себя на мысли и ведёте немножко в другую сторону. Я сразу округляю пересечения. Мне так удобно, мне так нравится. И наблюдайте, может быть, кому-то сейчас у кого-то как-то участилось дыхание, да? Понаблюдайте за своими чувствами, понаблюдайте за своими эмоциями. Округляйте пересечения. Посмотрите, здесь по факту какой-то ресурс вышел, какой-то кружочек, да? То есть, любые наши деньги, которые мы получаем, которые мы хотим в жизни, это не предел. Потому что человек так устроен. Наши запросы растут. Страшно, если вы вдруг перестаёте хотеть. Это всё. И проводите линии, наблюдайте за своими эмоциями, наблюдайте за своими чувствами. Подумайте, что касается смелости. Может быть, вы о чём-то мечтаете, что-то хотите сделать, но у вас есть какой-то страх. Можете прямо сейчас, если вам приходит в голову какая-то идея, отвлечься и прям записать себе, чтобы не забыть. А чего вы боитесь? Где нужно проявить смелость? Проводим линии. Вот видите, как-то угол треугольника дальше пошёл в линию. Мне линии достаточно. Теперь мы окружаем. Начинаем округлять все пересечения. Аккуратно, с любовью, пожалуйста, острые углы треугольников не трогайте. Треугольники — это энергия. Вы же с благими намерениями. Вы не можете себе навредить. Точнее, только вы. Треугольник вам ничем навредить не может. Только вы себе можете навредить своими мыслями, какими-то негативными. А треугольник — это энергия. Потому что нейрографика — это не волшебная таблетка. Она не исполняет желания. После того, как вы нарисовали рисунок, нужно пройти и делать действия. Здесь, когда вы занимаетесь творчеством, вы, во-первых, наполняетесь энергией, во-вторых, вы начинаете видеть, более того, вы начинаете видеть наглядно того, что раньше не видели. Итак, как мы помним, первый наш треугольник был «Наша смелость». Я недавно делилась. Вот я там текст к шортсу написала четыре дня назад и в итоге дождалась, пока там... Дождалась, да? А надо было сразу просто выложить. Надо было сразу все обсудить с вами, с моими подписчиками. Какие-то видео, да, я, например, не могу. Вот именно, знаете, есть такое выражение, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я не призываю вас пить шампанское, я призываю вас быть смелее по жизни. Но, разумеется, не стоит идти закладывать свои квартиры и ставить все на ставки. Я думаю, здесь все это понимают, да? То есть, но быть смелее в плане каких-то своих поступков, чтобы не упустить момент. Дальше. Следующее у нас было самовыражение. Как вы самовыражаетесь? А делаете ли вы это вообще? Потому что, оказывается, люди не знают, что это такое и не умеют этого делать и боятся самовыражаться. Боятся, что подумают люди. А ведь вы можете кого-то вдохновить? Для тех, кто скажет, «О, ты там не округлила, там не округлила». Guys, мы только что 8 треугольников по факту нарисовали. Так что от того, что что-то там не округлило, ничего страшного не случится. Дышите. Я, кстати, такой человек, что мне вот, например, идеи приходят вечером или ночью. Я их записываю в заметки, а с утра уже ещё раз обдумываю. Мы как раз вот уже подходим к треугольнику твор... Так, это у нас было самовыражение, вот это у нас творчество. Почему важно творчество? Можете без творчества, можете всё, что угодно. Главное, чтобы это вас наполняло энергией. Ну, опять же, творчеством по факту всё можно назвать. Может быть, вы дизайном интерьеров занимаетесь, может быть, вы... Опять же, творчество, оно всегда прекрасно и легко монетизируется, если вы там вяжете на заказ или что-то делаете, или что-то шьёте. Так что творчество – это ваши денежки. Понаблюдайте за своими чувствами. А что вам в плане творчества вы можете у себя спросить, а что мне нравится делать, да? И попробовать уделять этому время, внимание, потому что очень часто наши какие-то хобби, они становятся тем, что приносит нам деньги. Опять же, это может быть какой-то дополнительный источник вашего дохода, да? Здесь у нас любовь. На любви строится абсолютно всё в этом мире. Деньги приходят, опять же, через любовь. Если человек любит себя, его любит весь мир. Если человек любит себя, у него есть очень много денег. Потому что на удовольствие себе, любимому, как правило, нужно много денег, да? Исполнять свои желания, жить жизнь своей мечты. Понимаете, когда человек искренне любит себя, он наполнен энергией. Он не бывает вот в этом вот унылом состоянии жертвы, где все там какие-то несчастные и так далее, где работодатель неправ. Нет, человек, который любит себя, он занимается той работой, которую он любит, которая приносит ему доходы, высокие доходы. И человек при этом не выгорает, не теряет себя, находится в таком, знаете, в ресурсе. Вот. Как-то так у меня получилось. Звездочку нашу еще видно. Да, и мы тут с вами обсуждали вот эти вот наши ассоциации. Первая ассоциация у нас образовалась от вот этих двух треугольников смелость-самовыражение. Это наша проявленность. А люди боятся проявляться. Опять же, почему? А что подумают люди? Проблема в том, что в той вселенной, где вы говорите, а вдруг я сделаю, там, например, давайте так, про видео, и его никто не посмотрит. Но в той вселенной, где вы и так думаете, и ничего не делаете, это видео точно ничего не... точно никто не посмотрит, и никто ничего не скажет. Поэтому не нужно бояться, нужно проявляться. Я много раз рассказывала, как я там первый раз видео сняла, я вообще, кстати, даже не поняла особо, как это получилось. Значит, это было, например, второй, ну, то есть, по факту, шестой получается треугольник, это самовыражение и творчество, это наши идеи. понимаете, за идею нужно всегда хвататься, за идею нужно... хвататься обоими руками и сразу бежать, ее воплощать. Почему нельзя оставлять вот это вот на потом? Потому что момент будет упущен, и идея потом не сработает. Понимаете, если не начать действовать мгновенно, ну, вообще правило 72 часов считается таким. Вы, вероятнее всего, этого не сделаете никогда. Дальше у нас было творчество и любовь. Творчество и любовь приносят деньги. Деньги человеку всегда приносит то, что он любит. То, что человек любит, искренне всем сердцем, оно всегда приносит деньги. Поэтому здесь тоже, как бы, может быть, как повод задуматься, а любите ли вы то, что вы делаете? Можно любить просто деньги. Конечно, можно любить просто деньги и не то делать, потому что интересно, нравится. Ну, как бы, разные причины бывают. И заключительный наш треугольник — это было исполнение наших желаний. вот такая вот работа у меня получилась. А теперь, что я вам хочу сказать? Посмотрите, как много всего есть. Ну, вот я смотрю сейчас через камеру, я все равно продолжаю видеть эту звезду. А теперь посмотрите, может быть, вы где-то что-то видите, может быть, есть что-то, что хочется дополнительно выделить на листе. Или этого достаточно? Знаете, я вам так скажу, проявленность вот лично мне, да? Мне вот ее как-то не хватает. Но эта проявленность, она приносит деньги, здесь надо выйти за рамки моего комфорта, да? И пойти немножко дальше, чем я готова. Но тогда это будут еще больше, еще более колоссальные суммы, да? Ну, наверное, я об этом подумаю. Человек так устроен, мы всегда все хотим. То есть, если вы вспомните себя лет в 17-18, вы наверняка очень сильно хотели, даже не квартиру, а вы хотели автомобиль. Ну, все хотят автомобиль, да, мы так устроены. Я очень много людей расспрашивала, ну, о чем ты мечтал, ну, о чем, ну, вот, как только там первые свои деньги заработал, все мечтали о машине, не о квартире, потому что квартира, это больше, более уже такое взрослое желание, да? Вот. А потом, соответственно, вспомните себя через год после покупки первого автомобиля, вы хотели другой автомобиль, а потом еще больше, а потом еще лучше. И это нормально. Все время всего хотеть. Я все время об этом говорю, я все время всего хочу. Меня разбудить в 3 часа ночи, я предоставлю вам список 108 желаний, что я хочу, я буду, правда, сидеть его и диктовать. И меньше, чем 108, я не произнесу. Самовыражение и творчество, наши идеи. Да, идеи у меня очень много. Здесь вот, мне, скажем так, мне не хватает времени их реализовать. опять же округляем все пересечения. И подумайте, из-за того, что именно из-за отсутствия времени, из-за нехватки какого-то времени, мы упускаем супер классные идеи. Идеи, которые способны в корне изменить нашу жизнь. Знаете, вот это вот любимое у людей, у всех, все откладывать на потом. поэтому за идеи вот нужно хвататься. Здесь у нас деньги, наши любимые. Знаете, я вот не знаю, видите вы или нет, но у меня тут какой-то поток бесконечный. я даже не буду здесь ничего рисовать, пусть просто я еще проведу нейролинию. и просто через треугольник. И исполнение всех наших желаний, здесь мы тоже видим отчетливый круг, округляем все пересечения, наблюдаем за своими эмоциями, чувствами. Может быть, вас посетили какие-то инсайты прямо сейчас. Что вы можете? Какие идеи вы давно откладывали в какой-то долгий ящик? Подумайте об этом. Может быть, пришла пора их реализовать. Все, на этом я закончила. Теперь берем цвет и делаем свою звезду яркой. Хотите ее красной сделайте, хотите ее любой. Треугольник — это энергия. Красный цвет, он тоже, знаете, красный цвет символизирует планету Марс. Это, кроме того, что это очень воинственная планета, это энергия. Вопрос в том, как направлять эту энергию. Опять же, можно всегда все направить в какое-то благое русло. Если кто-то не видит своих треугольников, попробуйте найти их. Как вы себя ощущаете, когда добавляете цвет? И все введем, получается, вот в серединку. И тут очень важно не забывать о своих желаниях. Это абсолютно нормально иметь лучше, чем то, что ты имеешь. И ведь даже то, что вы сейчас имеете, для многих является сейчас мечтой. Вы большой молодец, вы этого уже достигли. А раз вы сумели достичь этого, вы можете достичь большего. Никогда не надо бояться мечтать. Жизнь не надо. Ладно, и кто-то вам скажет, вот с собой там ничего не заберешь. да, но ведь вы сейчас живете, вы можете наслаждаться. Кто вам говорил, что надо там страдать сейчас? Никто. Люди это придумали. Никто там ничего такого не пишет. А вот поле вокруг звезды наоборот постарайтесь сделать таким неким темным цветом выделить. Знаете, напоминает какую-то сферу какой-то, знаете, из фильмов. Такой сгусток прям энергии. Но я сейчас еще хочу фиолетовым пройтись, чтобы добавить некого такого, знаете, волшебства. Так что да, дорогие мои, действия, а после того, как вы нарисовали рисунок, никто не отменял. Кто-то медитацию использует, кто-то там свечку в базилике обмотал и деньги пришли, и все прекрасно. Да, потому что вы направляете туда энергию. И сейчас вы наглядно рисуете свои доходы. А доходы вы сейчас свои увидите. И вот имея все это, вот мы здесь наглядно видим, что в моем случае дополнительно от того, что я имею, у меня еще может быть три источника дохода. Даже вот здесь вот можно по факту дорисовать что-то денежное. И вот сейчас мы берем маркер. И вот мы внесли цвет. Да? Давайте сначала с кружочками закончим, с дополнительными доходами. И потом разберемся с нашим большим. Хотя очень хотелось его сейчас изобразить. Но вы можете. Вас никто не заставляет отказываться. И видите, они все между собой, вот эти два переплетаются. А исполнение желаний и И теперь мы берем маркер и вот просто почувствуйте, какой доход вы желаете, имея для этого и смелость, и самовыражение, и творчество, и любовь. Видите, как из вот этого маленького квадратика у нас стал огромный квадратика. Огромный круг. Округляйте, пожалуйста, все пересечения. Вот он мой доход. Соответственно, если я проявлю смелость, буду самовыражаться, если творчески поработаю, творчески подойду к процессу, к своим каким-то целям, да, и реализуюсь через творчество, вот как может вырасти мой доход. Хочется ли мне столько, а готова ли я столько? Проблема еще заключается очень часто у людей в том, что они боятся. Люди боятся денег. Им кажется, что если вот есть деньги, это обязательно что-то случится, и денег вдруг не станет. Или там они их потратят на себя, а что-то случится, и они останутся без денег. Мне мой помощник тут рассказал, знаете, говорит, Ольга, я все время, в свой день рождения жду какой-то подставы, я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот всегда что-то случается. Я говорю, ну поздравляют, подарки. Да, но, говорит, если там какая-нибудь рыбка не умерла, то это плохо. Да я прям сижу и жду, пока мне кто-нибудь позвонит и скажет, у меня рыбка умерла, приедьте, пожалуйста. То есть, вы понимаете, он говорит, и мне так сложно научиться тому, что все просто хорошо. Вот так вот у меня это все получилось. Теперь проводим линии твила, линии поля. Значит так, давайте вот так. Я смелая. Вот я смелая. Я очень люблю этот прекрасный мир и людей в этом мире. И пусть вот этот весь мой доход очень-очень легко увеличится и придет скорее на мои счета. Можно вот даже название линиям дать. Ну и теперь фигура фиксации. Выбирайте. У меня это будет звезда. А у вас делитесь обязательно в комментариях. Вообще, кстати, мои дорогие, давно хотела сказать, все забывала. Источников дохода у человека должно быть много, минимум 7. Лучше больше. Минимум 7 источников дохода у вас, у каждого должно быть. Округляем все пересечения. Я уже не буду занимать время в эфире. С любовью. А потом идем и делаем все, что мы с вами обсудили. Я вас всех обнимаю. Всем классного дня. Я вам желаю денежек побольше. Ну а те, кто хочет угостить меня чашечкой кофе или поблагодарить за классный контент, все реквизиты есть в описании. Я вас всех благодарю. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.